Это Криштиану Роналду, и он постоянно проигрывает FIFA 16, но все может изменить продавец монет. Ваня Муфин, реактивная доставка и приятные цены. Покупай и побеждай! Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и я приветствую вас в рубрике «Прогноз». Да, после Лиги Чемпионов у нас не хуже будут выходные во всех топовых чемпионатах, потому что в субботу в Испании будет классное мадридское дерби, и я, конечно же, с Сантьяго Бернабео приветствую вас при крушении этого лакомого кусочка в календаре премьеры. Реал Мадрид в дерби схлестнется с Атлетико. Заниматься другими делами в это время кощуственно, как говорится, так что в 18.00 милости просим к своим мониторам или телевизорам. Впрочем, в последнее время сливочные с матрасниками выдают не самые результативные, хотя и весьма упорные матчи. В первом круге на Висенте Кальдерон команды разошлись миром 1-1, а до этого весной в четвертьфинале Лиги Чемпионов за два матча общими усилиями вовсе соорудили всего один гол. Но сегодня дополнительный шарм матчу придает обостряющаяся борьба. За второе место, по сути, Барселона сейчас слишком сильно оторвалась, и уж больно она хороша, чтобы подпустить к себе преследователей. А проигравший в предстоящем матче, по большому счету, из чемпионской гонки выпадет совсем. Так что давайте посмотрим, что у нас сегодня получится. Я тут недавно, я думаю, вы все в курсе. Поставим-ка мы сразу оборону, да, и мощный прессинг. Это вот как раз стиль Атлетика Мадрид. Так вот, я тут совсем недавно, я думаю, если вы следите за пабликом ВКонтакте, а вы должны следить за пабликом, потому что, ну зачем вы тогда подписаны на канал? Все быстрые новости-то в паблике появляются. На канале уже в остальном мы все обсуждаем и рассказываем. Так вот, и к чему я это все? Я рассказывал в паблике, что участвовал тут в местном турнире по FIFA. И вот этот мяч, вот этой расцветки найковский, он меня очень сильно подвел. Хороший момент сейчас был у Атлетика Мадридского. Потому что мы играли не на телевизоре, а на монитор. Ой, точнее на экранах с проектором. И там немного было темное изображение. И, короче, в Англии получилось так, что вот этот мяч было не видно совсем. Я знаю, что многие из вас, даже здесь уже в комментариях, но не многие, а некоторые, точнее из вас, писали в комментариях, что в обон этого мяча плохо видно, этот мяч плохо видно. Но я, к сожалению, ничего поделать не могу. Вот это фирменный мяч английской и испанской лиги. Поэтому в основном по умолчанию становится, игра устанавливается именно с этим мячом. И вот я из-за этого проиграл игру, в которой я просто... У меня и так со зрением есть некоторые проблемы. А я и так умудрился с этим самым мячом просто проиграть человеку, которому никогда в жизни не проигрывал. Вот. Ну, наверное, может быть здесь... Это не то, чтобы там отмазка какая-то, он в таких же условиях был. Но просто сам факт, что, короче, этот мяч не самый удачный для FIFA. И я не понимаю, опять же, разработчики, зная об этих проблемах, 100%, я думаю, что мы не первые, кто на это уже обратил внимание, ну, ничего не исправляют, как говорится. Вот это вот пугает и немного настораживает. Я уже весь, кстати, в ожидании FIFA 17, потому что что-то с 16 у меня никак не задается. Что же говорить по поводу формы команд? Ну, у Зидана с его Мадридским Реалом пока все более-менее нормально. И болельщики довольны. И игра получается. И в Лиге Чемпионов вроде практически уже Рому обошли. Ну, как-то многие так считают. Но я думаю, что да, там, наверное, говорят... Ух ты, да что же, это я мяч для Марсела спас специально, что ли, получается. Вот. Многие так вот считают. Ну, я в том числе, кстати. Понятно, что Реал, может быть, для кого-то неожиданно, может быть, для кого-то ожиданно сыграл очень хорошо на выезде и забил два победных гола. В итоге сделал себе вот такой приличный задел на ответную игру. Но у Атлетика игра была и вовсе на этой неделе в Лиге Чемпионов. И здесь, конечно, матрасникам не совсем повезло. Но им пришлось то ли не на 100% выкладываться, хотя как можно не на 100% выкладываться в Лиге Чемпионов, хотя когда у тебя команда позапрошлым году в финале этой самой Лиги Чемпионов играла, а в этом году, ну... Ух ты, неплохо. Неплохо Торр с головой пробил. А в этом году, ну... По игре так уж до полуфинала вполне могут дойти эти... Эти самые футболисты. Так вот, если ты в первой игре вот даешь немного себе расслабиться, то это немножко не совсем правильно, как мне кажется. Но, с другой стороны, и были крутые, очень крутые моменты были у Атлетика. Два раза Гризман выходил один на один с Ротарем и не смог забить. Могли также и пропустить, но тоже не удалось по СВ реализовать свои моменты. 0-0. В итоге игра закончилась. И вот, наверное, немного уставшие подойдут к этому дерби футболисты в красно-белой форме. И я, конечно, немного вот с опасением. Поэтому эту игру жду. Хочет увидеть борьбу. Хоть команда и Диего Симеона всегда, всегда просто в борьбе. Никогда просто так никому не уступает. Мы знаем пример, да, матча против Барселоны, где было два удаления. И матрасники даже вели в счете. Но после вот одного из удалений стали проигрывать. Но смотрелись достойно и даже умудрялись девятером создавать моменты. И вполне игра могла закончиться с ничейным счетом. Вот. Так что, я думаю, тут прям респект этой команде многие высказывают. И надеяться на то, что продолжит в том же духе выступать Атлетика. Вы знаете, что я вот в Испании как-то... Ух ты, какая передача тут на Бензиму. Бензима, прострел, удар и сейф! Облако! Вот это сейф, ребята! Что делает сейчас вратарь Мадри... Ой, Атлетика, прошу прощения. Великолепное спасение. Просто супер. Первый такой сверхголевой момент у Мадридского Реала на 37-й минуте случился. Но только угловой смогли получить от этого столичные. Так вот, я думаю, вы многие знаете, что в Испании я поддерживаю именно матрасников. И так вот, ну немного буду, наверное, переживать в этой игре именно за эту команду. Хотя, надеюсь, что просто получится интересный матч. Хотелось бы. Это один из топ трех, да, противостояния Испании. И, конечно, хочется здесь увидеть классную игру. Ну а следующий матч у Реала с Леванты 2 марта на выезде. Посмотрим, посмотрим, как Реал эту игру сначала проведет. А потом уже будем думать, как он будет подходить к Эль-Классике. Оно тоже не за горами. И вот эти победы в таких играх, они нереально необходимы. Просто очень и очень и очень. И нужно будет... Так, у нас там кто-то лежит и нет остановки игры. Ну давайте, значит, мы не будем останавливаться. Торос. Торос, еще передача. Так, но почему судья тормозит? Почему судья тормозит и останавливает матч? Я не понимаю. Так, у Атлетика следующая игра дома. На Висента Кальдерон против Реалоса съедаться. Ну, тоже интересно. Тоже интересно. Габи, травма получил. Сейчас посмотрим, может ли он продолжать. Это, конечно, печально. Вообще, вот начался второй, как говорится, круг во всех топовых чемпионатах. И посмотрите, как много травмированных игроков. У ведущих команд действительно есть травмы. И игроки основного состава травмируются. Это обидно, но на этом и строится. Вся игра сезонная. Потому что у многих к весне наступает именно спад игровой. А спад частенько связан именно с травмированными игроками. Так, у нас опять очередная остановка. Я даже не знаю, что говорить. Судья очень много делает остановок. И добавив 2 минуты, мы переиграли уже, наверное, минут 7. Но все-таки свисток об окончании первого тайма прозвучал. 1... Ой, 0-0, прошу прощения. 0-0. И вот опасных моментов у Атлетика почему-то не засчитано. 2 удара как минимум по воротам. Просто... А, ну и у Реала тоже нули. То есть, ну, Реал, вот момент с облаком, его как будто бы не было. Но компания EA даже не парится по этому поводу. 50 на 50 владение мячом. Ну, равная игра. Тут не поспоришь. Второй тайм. Поехали. Габи с травмой. Я не знаю. Ну, смотрите, перехват сделал. Зато пас отдал неточный. Может быть, действительно стоит поменять. Капитана Атлетика. Так, компьютер. Естественно, должен владеть мячом чуть побольше. Но вот в первом тайме мы смогли как-то удержать владение на равных. Хотя, учитывая, как удара не засчитывали. Может, там и владение так же считали. Но нет. Действительно, там было похоже на то, что 50 на 50 по владению мячом. Но вот во втором тайме сейчас Реал в любом случае прибавит. И мне нужно здесь в отборах чуть поактивнее действовать. Подача. Выносите, вынести мяч. Но не очень далеко мяч выносится. Есть возможность у Реала атаковать удары. Какой опасный момент. Модрич бил по воротам, но не попадает в свор. Не знаю, спас бы здесь облак свою команду или нет. Вряд ли. Вряд ли. Но не попал мяч в ворота. На счастье матрасников и их болельщиков. Так, ну Габи продолжает светиться. Квадратик. Крестик, точнее. Прошу прощения. Надо его, наверное, убирать с игры. Потому что ничем хорошим это не закончится. Давайте сделаем сейчас замену. На Габи. Конечно, это действительно потеря. Но ничего не поделаешь. Так, у нас тут и на замене пока не так все гладко. Давайте, наверное, Тороса выпустим. Да, вот я говорил, что скамейка матрасников не самая лучшая, не самая идеальная. Но зато тут тренерский гений, как говорится. И очень жалко будет, если Диего Симеоне уйдет из атлетики. Я лично против этого перехода. Многие сейчас это обсуждают. Все уже сватают его в Челси. Наверное, там какие-то переговоры ведутся. Насколько Симеона хочет поменять чемпионат. Насколько Симеона готов переехать в Англию. Вот это мне непонятно. Я не совсем уверен, что это будет правильным решением. В любом случае, это его решение. И его болельщикам нужно будет это принять или не принять. Возможно, здесь тоже все поделятся 50 на 50. Ребята из Мадрида, вы, я понимаю, что вы в контроль играете. Но вы дайте же мне замену хотя бы сделать негодяи вы такие. Понятно, что они сейчас не задумываются об этом. Но, а вот контроль ради контроля. Нужен ли он? Где опасные моменты? Ну, было несколько штук. Ну, это ни о чем. Контроль ради контроля. Ну, смотрите, подобрались, подобрались к шафной площади. И вот как специально. Прям вывозят, просто вывозят. Ну, тут было положение вне игры. Вытаскивают, просто вытаскивают на себя всех футболистов Атлетика. Так, замена произошла, я надеюсь. Да. Замена пока Ареала Иска вместо Кросса вышел. Ну, и вот наша замена Торос. Да что, что передачу-то такую элементарную отдать не можешь, Фернандо Торос. Хорошо. Хорошо. И хороший какой пас. Есть шанс у Атлетика. Классный момент. И подача не совсем удачная. И подача не совсем удачная. Понятно будет, что гости, скорее всего, на контратаках будут действовать. С другой стороны, давайте вспоминать, там, год назад, да, как Атлетика с тем же Мадридом играл, и прям чуть ли не первым номером. Причем, неважно, дома или на выезде. Стиль? Стиль игры команды. Тотал меньше в сегодняшнем матче вполне, кстати. Возможен. Мы с вами вспоминали уже прошлые результаты. А вот сейчас, какой опасный может получиться момент. Да прострели же ты уже. Что ж ты так долго, Коки, мяч обрабатываешь? Устал, Коки. Видно по его полоске красный. Просто краснющий. Но менять его, если честно, достойным не на кого. Так, ну нужно, нужно сделать, попытаться отбор. Ребята, хорошо, перехват есть. Так, больше тут двух касаний не дают просто футболисты Мадриды делать. Прям, прям вообще никак. Это нарушение правил, конечно. Группа, откат, даже желтая карточка будет. Я прям даже в этом не сомневаюсь. Нет. Арбитр. Ты почему жалеешь Хаммеса? Потому что новое лицо Фифы? Так, стандарт. Стандарт Атлетика это шанс. Торос, подача, нет удара. Можно сделать скидку. И она была сделана Гризманом, но... Не успел там кто-то из игроков Атлетика. Не оказался он первый на мяче. Есть. Ах. Есть еще момент. Очень похоже на то, что 0-0 игра закончится. Но вот так вот. Мадридское дерби. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая ошибка. Естественно, судья сейчас свистеть не будет. Фух. Фух, ребята. Очень опасно было. Реал сейчас мог открыть счет. Уже в добавленное время. Судья, как всегда. Ну, наверное, это последний угловой. Последний шанс у Реала. И надо выносить облак. Опять нет свистка. Да, нет. Вот он. Все-таки свисток. 0-0. Игра заканчивается. Вот такой прогноз у нас получился сегодня. Посмотрим. В действительности все может быть. Вот на Total меньше. Я даже рискну, наверное, сегодня сам поставлю ставочку. У меня почему-то есть такое некое предчувствие. Все. На этом я заканчиваю. Не забывайте подписываться на канал. Подписываться в группу ВКонтакте. Ставить лайки. И до скорых встреч. Всем пока.